Всем привет-привет! Вот такой пакет я принесла из магазина FixPrice на 1107 рублей. Подробнее по ценам расскажу в процессе видео. Видео не хотела снимать, не планировала, думала не хватит времени, но есть такой товар, на который негативный отзыв. Мы уже успели его попробовать, и поэтому я все-таки решила показать вам этот обзор, показать продукт, который я купила, плохого качества, который мне не понравился. И мужу, и поделиться своим отзывом, чтобы вы тоже не покупали данные средства. Ну а если есть люди, которым понравилось это средство или не понравилось, тоже напишите в комментарии, посмотрим сколько нас таких. Я не говорю, что за средства, давайте посмотрим, все по порядку покажу, что я купила. Взяла ребенку не молоко, обычно берем шоколадное, овсяное, ванильное я брала, ему не очень понравилось, но все-таки взяла для разнообразия. Из литра хоть 200 мл ребенок выпьет, остальное буду пить я, делать буду себе коктейль не на обычном молоке, а вот на таком овсяном, на немолоке. Так будет вкуснее у меня wellness коктейль из Террифлейнский для похудения. Вот решила я на нем делать коктейльчик. Извиняюсь за вертикальное видео, просто в силу того, что времени катастрофически не хватает, снимаю вертикально, по-быстренькому, без особой подготовки. Не молоко в фикс-прайсе стоит 99 рублей за литр, что мне нравится, там фиксированная цена на него. Не нужно идти в пятерочку ждать акцию, потому что пятерочки дороже, по акции не всегда бывает, или в других каких-то магазинах чуть-чуть подороже, ну, поэтому стараюсь брать в фикс-прайсе, если бываю в той стороне. Котику своему купила вот такой наполнитель, уже не первый раз беру. 2 килограмма древесный наполнитель, 59 рублей стоимость наполнителя. Подобный наполнитель продается в пятерочке, там 2 килограмма 800 грамм и стоит 99 рублей. Если, к примеру, купить два таких наполнителя, выйдут они на 118 рублей, ну, добавить 18 рублей, да, и будет у вас 4 килограмма. Получается дешевле, чем в пятерочке. Зефир белорозовый, немский десерт, 300 грамм, 79 рублей его цена. Ну, вот не фокусируется особенно, просто буду говорить цены, тогда чек не буду показывать. Зефир мне этот нравится, всегда свеженький, мягенький, вкусный. В шоколаде там еще был маленькая упаковочка, брать не стала, потому что сама глазурь невкусная, состав плохой, заменители, какао-масла нет, только заменитель какао-масла, пальмовая, его фракции, ну, я такой состав не люблю, поэтому брать не стала. Зачем травиться? Мы и так без шоколада поедим. Просто ребенок любит шоколад, но такой зефир он не ест. Я сначала думала для него взять, но уж нет. Если заморочиться, я лучше этот зефир в нормальном шоколаде обваляю, полью, растоплю шоколад, макну этот зефир. Ну, если уж так захочется, да, накормить ребенка зефиром, я уж лучше заморочусь и растоплю плитку шоколада, чем вот брать неизвестно что. Хотя тоже, та же фирма, Невский десерт. Но вот шоколадный я не буду брать, а вот такой беру всегда. Закончилось у меня моющее средство, и я решила взять биолан. Брусничный, брусник и мед. Биолан я уже брала, неплохой, конечно, жидковатый, большой расход. Ну, такой большой флакушки, 800 грамм, хватает надолго. 99 рублей его цена. Когда-то брала, наверное, за 79 или 77. Ладно, не будем вспоминать былые времена, какая сейчас цена есть. Вот такую и говорю. 99 рублей на данный момент. Такое средство от Флорисан. Я буквально вчера увидела короткий ролик, шортс на ютубе, и решила купить. Девушка рекламировала такой кремушек для рук и тела. И я решила тоже приобрести, хоть и у меня много запасов, кремушки, лосьончики, все это у меня есть. Но не смогла пройти мимо. Цена приятная, 85 рублей. Кокосовый аромат я люблю. И причем Флорисан косметика мне нравится. Он с гиалуроновой кислотой и маслом кокоса. Название такое многообещающее. Да, поэтому должен хорошо работать. Влажняет и смягчает, страниц сухше шелушение. И то, что мне понравилось с дозатором. С дозатором я средства люблю. Мне недавно пришел лосьончик от Эрифлейм, малина и мята. И активно им начала пользоваться. И даже подзабросила свои кремушки. Потому что он, помимо того, что аромат вкусный, еще и с дозатором. И этот я решила поставить на кухню. Посуду помою. Ручки нужно будет увлажнить. Очень удобно с дозатором. Ничего откручивать не надо. Никакие колпачки. И сейчас при вас хочу протестировать его. Вот такая у него легенькая текстура. Как у лосьончика. Я текстуру такую люблю. Нанесла я его. Все впиталось хорошо. Легенький. Такой немножко маслянистый. Люблю такую текстуру лосьончика. Такое, как молочко. Аромат напомнил мне у фитокосметик. Свежая косметика линейка есть. Вот там была кокосовая серия. Что-то типа того напоминает. Но за 85 рублей вполне даже неплохо. 250 мл. Объем хороший, немаленький. То вы кремушек купите 75 мл. За 100 рублей. А то и дороже. А то вот такой крем с дозатором, питательный, с маслом кокоса, с гиалуроновой кислотой. Дай бог, если она там есть, да? За 85 рублей. Однозначно рекомендую к покупке. Этот я продукт порекомендовала. А сейчас покажу то, о чем говорила в начале видео. Это такая гадость. Это просто отвратительно. Не знаю, как будем пользоваться. Я и муж, ни ему, ни мне не понравилось. Он говорит, пахнет больницей. И вкус больницы, и аромат больницы. Какими-то лекарствами. Фу, вообще. Цена за этот ополаскиватель 79 рублей. Но даже 79 рублей мне жалко. Раньше в Вильсендент был хороший ополаскиватель. Разные брали. И зеленые, и голубые, и розовые. Все были классные. Что стало сейчас. Вот обновленная линейка. Обновленная бутылка. Уже не первый раз обновляют. Раз, наверное, третий. Там еще была голубенькая. И, может быть, стоило взять ту, другую. Может, она получше была. Потому что как-то мы брали Вильсендент. И все нас устраивало. Все нам нравилось. Но вот что они сделали сейчас. Это просто кошмар. Вот невозможно. Поэтому я лучше даже возьму в светофоре за 29 рублей. Такой зелененький ополаскиватель с ромашечкой. Там ромашкой мята. Вот он намного лучше, чем вот это. Поэтому не рекомендую покупать. Не тратьте свои деньги. Лучше уж кремушек возьмите. 6 рублей добавьте. Да и что угодно возьмите. Лучше конфеточки даже. Чем вот это вот. Скотч взяла липкая лента. 99 рублей сейчас стоит. Ну, ужин у меня был у нас закончился. Для котика взяла виска с курицей индейкой. Там сухой корм и еще подушечки. Не только одни подушечки. Вот вперемешку. 99 рублей. Здесь 350 грамм. А вчера брала подобный, только с говядиной. В магазине красно-белый за 79. И там всего лишь 225 грамм. По 29.50 взяла читус маленький. Всем порционно. Три штучки брала. Одну уже съел муж. А здесь 26 грамм. За 33 рубля взяла тульский пряник. Яблочная начинка здесь. Повидло яблочное. По 24.70 взяла Максюшки. Жвачки от Чупа-Чупс. Биг Баббл. Напоминают они мне Хуба-Бубу с детства. Сладенькие. Сладенькие. Очень сладкие такие жвачки. Ну, сладость потом, естественно, быстро проходит. Но для ребенка можно. В принципе, банановое, клубничное. Здесь по 5 жвачек таких квадратненьких в пачечке, в упаковочке. Ну, 25 рублей, если округлить, да, на 5 жвачек разделить. 5 рублей одна жвачечка. Пудинки от Эрман тоже бывает беру в фиксе. Брала 2 шоколадных и 2 карамельных. Муж уже съел. По 19.80 они. Ну, тоже дешевле, чем в других магазинах. И на кассе меня заинтересовала вот такая штучка. Я сначала не понимала, что это. Мне сказали, что это губка для мытья посуды. Там был и лисенок, и собачка, животные мультяшные. Стоимость такой губки 55 рублей. Губка для посуды. Никак не сфокусируется. Из целлюлозы она взяла для ребенка. Хочу его приучать мыть посуду. И, по идее, если бы не ребенок, я бы не стала ее брать, что у меня губок нету, да, что у меня посуду нечем мыть. Ну, вот просто интересно. Вот такая она тоненькая, приплюснутая. И при контакте с водой она набухает. Ну, я думаю, вот есть такие кругленькие губки для очищения кожи, да. Для маски я капычно беру. Маски потом снимаю. Тоже фикси продаются. Но они такие мягенькие. Когда они засыхают, они твердые. А вот эта, мне кажется, она при контакте с водой набухнет. А потом, наверное, все равно она такая не будет приплюснутая. Она будет, наверное, как та губка, когда высыхает. А может, я ошибаюсь. Просто я сейчас дождусь ребенка из школы. Я его заберу со школы, он придет. И мы вместе с ним протестируем. А то скажут, мама, почему ты без меня показала? Я просто хочу именно на видео показать. Вот мы в воду положим, как она набухнет и какой она станет, эта губка. Поэтому я это чуть потом смонтирую в видео и вам покажу. Запоминаем, как она выглядит. Такая плоская. Толщина маленькая. И опускаем. Ух, как набухло! Опа! Ну, точно, как та желтая, сразу сказала. Так я и предполагала. Оп! Вот, зажимаем. А на обратном он прожить? А мне кажется, можно ей не посуду мыть, а маски снимать. Так же, да? Какие маски? Заявлена, конечно, она как губка для посуды. Ну, уж не будем мы ее в бьюти-процедурах наших использовать. Вот такая губочка. Высохнет. Будет, наверное, твердая, как та желтая. Вот аналогично. Вот она и целлюлозная губочка. Пенится нормально. Для ребенка купила, чтобы помогал мне мыть посуду. Стоимость такой губки 55 рублей. Вот сюда я поместила эту губку. Пусть она сохнет. Плюс у такой губки в том, что она не будет размножать себе микробы. Она высохнет, затвердеет. И не будет такой вот этой благоприятной среды для микробов. Также у меня есть из фикс-прайса вот такая силиконовая. Но я ее редко пользуюсь. Тоже она не размножает себе микробы. Ну и обычная. Лежит у меня вот обычная губка. А это будет чисто для ребенка. Или для мытья детской посуды. Может быть сама тоже когда-то попользуюсь. Не очень привычно, конечно. Ребенок чуть-чуть попробовал, помыл. В итоге я все домывала и тоже этой губкой попользовалась. Но так, для баловства, для разнообразия разок-то и можно купить. Постоянно, я думаю, не буду им брать. Да и ребенка не буду заставлять посуду мыть. Так уж попробовали. А так, в принципе, на разок можно. Или если детишки постарше. Или вот интересно, детям маме хочется помочь. Конечно, за них надо домывать или стоять рядом. У меня не будет такого, что я куда-то уйду, другие дела делать или отдыхать. А ребенок будет мыть посуду. Я буду стоять рядом, конечно же. Ну, пусть будет. А рисунки есть разные. Повторяюсь, как уже сказала. И лисенок там был, и медвежонок. И кого только не было. Лежали они у нас на кассе. На этом у меня все. Вот такие покупки сегодня получились из магазина FixPrice. Туда я хожу часто. Бывает, беру ненамного. Вот как заметила, крайне два месяца я ходила часто. Чуть ли не через день. Бывала и каждый день. И брала там на 300 рублей. Вот все покупки были 300 с небольшим, 400 с небольшим, 200 с чем-то, около 300. А я поэтому и видео не снимала. А сейчас покупочка такая побольше, поинтереснее. Я решила вам показать. На этом все. Пока-пока. До новых встреч. Если видео было хоть чуточку полезным. А я думаю, мой отзыв вам поможет. Да? На два этих средства. Про хорошее и плохое. Поэтому, если полезно, поставьте лайк. От вас не убудет. А мне будет очень приятно.